Приветствую вас! И для мужчины, ваше имя очевидно обнажает высокую степень близости, высокую степень доверия. В следствии чего мужчина не называет вас по имени, так как вероятнее всего боится того, что окажется чересчур зависимым от вас. Такое, знаете, к сожалению, бывает, такое, к сожалению, случается, когда мужчина, реже, гораздо реже женщина, значит, не может вот назвать своего любимого человека по имени, просто потому что, ну вот, кажется ему, что если он для она это сделает, то будет такая ситуация, что окажется в высокой, значит, высокой степени эмоциональной зависимости от человека. А мужчина, вот, кажется его эмоционально зависимым быть не хочет, его что-то, его что-то останавливает от подобного. И, соответственно, поэтому он вас и не называет по имени. Вот. Значит, можно ли говорить о том, что это свидетельство того, что мужчина не серьезно к вам относится? Нет, нельзя, потому что мужчина, ну, он же знакомит вас со своими друзьями, да, и так далее. Но, при этом, просто не называет вас со своими, значит, он именно не хочет, значит, для него это значит. И, видимо, значение для него не самое приятное или, напротив, через чересчур значимо. Такое тоже, тоже бывает и нельзя, даже, к сожалению, это исключать, ну, исключать вот подобный момент нельзя. Вот. Значит, вы спрашиваете, что происходит, то есть, что происходит, я так понимаю, с молодым человеком? Ну, чтобы ответить на ваш вопрос, так, точно, прям вот, конкретно, нужно все-таки больше информации о мужчинах. А пока могу сказать только то, что имя он не называет, потому что для него это чересчур интимно. То есть, наверное, точнее, не наверное, а даже, а скорее всего, куда более интимно, чем, например, секс. Для, ну, для сравнения, да, для понимания масштабов, так скажем, масштабов проблемы. В этой ситуации, конечно, вам нужно разговаривать с ним самим, вот, без обвинений, без агрессии, без чего-то такого. Просто-напросто, вежливо, ласково, нежно спросить у него, дорогой, милый, почему ты не называешь меня по имени, скажи мне, что происходит, ибо я не понимаю. И, соответственно, если мужчина, если мужчина хочет быть с вами, если мужчина серьезно настроен по отношению к вам, то он, ну, он, конечно, мне скажет, что им зависит, потому что ваше право не листь, а ваше право, чтобы вас называли по имени, да, вы имеете на это полное право, но здесь важно соблюдать границы, то есть, если вы видите, что мужчина ваш не хочет на какие-то темы говорить, вы видите, что вот он, например, там, будет избегать каких-то тем, соответственно, лести к нему в душе не стоит, то есть, это может быть распринято негативно, к сожалению. Но тот, что он должен называть вас по имени, и тот, что он не называет вас оскорбляет, это очевидно. И вполне вероятно, что вот мужчина один раз это сделал, да, то есть, он вот вроде бы как случайно не назвал вас по имени, и подумал, как вы на это отреагируете, но вы отреагировали иногда достаточно нейтрально, и вот теперь так делается все вред, вот, а может ему так удобно. Понятно, что это очень ущемляет вас, и обижает вас, оскорбляет вас, вот, но я не думаю, что дело здесь в том, что он относится к вам не серьезно, то есть, если он относится к вам не серьезно, боюсь это уже ваша, ну, ваша собственная неуверенность в себе, вот. То есть, я понимаю, что вам, наверное, будет неприятно это слышать, вот, но тем не менее, потому что, ну, обычно, когда человек говорит, что, что вот другой что ко мне не относится серьезно, интерпретирует какое-то поведение того, о ком идет речь, ну, как правило, такой человек не до конца уверен в себе. И я понимаю, почему вы не уверены в себе, действительно, человек не называет вас по имени, как вы можете быть в себе уверены. То есть, тут, в принципе, все логично, все, как бы, нормально, вот. Но вам, вам нужно просто поговорить и донестили человеку спокойно, так, знаете, обстоятельно донестили человеку то, что, вот, для вас неприемлемо, когда вас не называют по имени. Вот. Если вы сможете это сделать и донестили человеку, что вас это оскорбляет, что вы не будете лезть, как бы, к нему, что вы не будете, там, у него допытывать, что там произошло с ним и так далее. Если вы будете говорить только о себе, то ситуация как раз будет складываться таким образом, что вы находитесь, ну, как бы, на стороне правых. И если мужчина не пойдет вам навстречу, именно в данном аспекте не пойдет вам навстречу, то это говорит о том же, что он готов мириться, мириться с тем, что вам, вот, могут быть какие-то вещи неприятные. И тогда уже, безусловно, вам решать, будете ли вы с этим человеком, ну, дальше поддерживать отношения или нет. Не тратитесь, пожалуйста, делать выводов, вот, порвать с мужчиной вы успеете всегда и уйти от него. Ну, точно успеете всегда, это не так, поверьте мне, это не так, поверьте, сложно, легче разрушить, да, чем строить. Сперва попробуйте все-таки выяснить, что действительно им движет, движет и почему. А после уже будете решать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.